Я не заходил в Хэппи Вилл, сегодня решил исправиться и сыграть в уровень, вот, например, Дракс, какой-то, видимо, новый уровень от Крефтуса. Автор уровня пишет, что мы, то есть наш герой, решил попробовать несколько наркотиков, и это были не те наркотики, которые он ожидал увидеть. Так что нас ждёт весёлое развлечение. Ну что ж, я люблю наркотики в играх, в фильмах, ну, лёгкую такую наркоманию, это всегда добавляет веселье в процесс, поэтому, думаю, мне понравится этот уровень, давайте начинать. На самом деле, так давно я не заходил в Хэппи Вилл, что уже управление подзабыл, но, что же нам сообщает уровень, когда цвет экрана, когда, короче, экран поменяет цвет, ну, лучше не двигаться. Я уж не знаю, что случится в тот момент, когда цвет экрана поменяется, но я поверю этому, видимо, автору уровня, кто сообщает мне такое. Ну и мы играем за отца, ой, отец, как нехорошо принимать наркотики, если у тебя сын ещё, ты едешь с сыном и принимаешь наркотики. Вот, какой-то бомж нам предлагает наркотики. Ха-ха, здесь есть диалоги. Ох, сынок хочет наркотики принять, а папа ему говорит, не надо, но... Ну что ж. Нет, он всё же дал нам какие-то наркотики, какой-то радужный шарик, что это за наркотики такие? Я не разбираюсь в наркотиках, поэтому не знаю, что это такое. О-о-о, ребята, да. Всё, мы улетели в царство волшебства. И оказались в каком-то очень привлекательном месте. Но я думаю, здесь будет весело и хорошо, и ничто нам не угрожает, мы путешествуем по мухоморам. Ну, собственно, это всё в духе наркоманского мира, в котором мы должны были оказаться. Там маленькие гномики, но на них мы обращать внимание даже не стали. О, мы взяли с собой грибок и нашли по дороге гамбургер и... Какой-то рожок мороженого, а у них есть глаза. И ещё они делают нам больно, кстати. Сынок, зря ты вот решил, захотел наркотиков принять. Вот папа тебя послушал, и смотрите, во что вы ввязались. О, ну ещё клоун, отлично. О, не-не-не, тихо-тихо. Это что это со мной сейчас случилось? Сука, я так и знал, что от клоунов ничего хорошего ждать нельзя. Но мы живы? Вот чудо. Я думаю, этот клоун не оставит нам и шанса. О, боже, девочка из звонка. Чёрт. Хорошая наркомания явно превратилась в какую-то не очень хорошую наркоманию. Эта девочка из звонка уже убила одного тут мужика топором в голову. Там что-то написано. Не беспокойся, типа, всё нормально, да? Но этому парню уже действительно беспокоиться нечего. С ним уже всё решено, как бы. Нам надо выходить из этой хижины в лесу, потому что здесь ничего хорошего мы точно не обнаружим. Так, и продолжаем наш путь. В этом лесу не так уж и страшно, хотя вот молния херачит нас. И опять эта девочка, тихо-тихо-тихо. Я ничего не трогаю. Я ничего не трогаю. Я живой? Будем надеяться. Да, и мы вернулись, кажется, в сказочный мир, где не всё так мрачно. Хотя, боже мой, этот язык собаки действительно какой-то... Вот я теперь понял, что значит хот-дог. Потому что язык этой собаки напоминает хот-дог. Давайте покинем это место тоже. Эта собака вроде дружелюбная, кажется. О, чёрт, девочка из... Звонка не покидает нас всё ещё. Да что ж такое-то? Эти скримеры? Они такие немножко лайтовые, но всё равно страшные. Была бы тут музычка какая-нибудь такая вот наркоманская, клубная музычка, не знаю. А вместо этого тут девочки из звонка. Я не этой наркомании ожидал, когда запускал этот уровень. О, мы вернулись к этому бомжу. О, и мы победили! Слушайте, ну, наркомания была действительно лёгкая, не так страшно. Что ж, при помощи волшебных таблеток, которые нам подарил бомж, мы с сыном отправились в волшебное путешествие по какому-то странному лесу, напоминающий мир Алисы и Странных Чудес. И встретили девушку из фильма «Звонок» и побывали в хижине в лесу. Это было небольшое путешествие, но достаточно весёло, и поэтому уровень действительно мне понравился. Так что сыграйте в него тоже в следующий раз. Я сыграю в какие-нибудь другие уровни, не знаю когда. В Happy Wheels я в последнее время редко захожу. Но в то же время всё же обязательно сыграю. Это уж точно. Забрасывать окончательно не буду. Ну, а на этом сегодня всё. Всем спасибо за просмотр, и пока что всем пока.